Книга Иисуса Новина. Глава 1. Книга Иисуса Новина. Книга Иисуса Новина. Я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, да вы прийти взять землю, которую Господь Бог Отцов ваших дает вам в наследие. А колену рувимому гадого и половине колена монастейна Иисус сказал, вспомните, что заповедал вам Моисей раб Господень, говоря, Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могуще сражаться, вооружившись, идите пред братьями вашими и помогайте им. Да коли Господь Бог ваш не успокоит братьев ваших, как и вас, да коли и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей раб Господень дал вам за Иорданом к востоку солнца. А они в ответ сказали Иисусу, все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как был он с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен. Новина, 2 глава. И послал Иисус сына Вин из Сетима двухсоглядатой в тайны и сказал, пойдите, осмотрите землю и Ерихон. Два юноши пошли, пришли в Ерихон и вошли в дом блудницы, которое имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Ерихонскому, вот какие-то люди сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. Царь Ерихонский послал сказать Раве, выдай людей, пришедших тебе, которые вошли в дом твой ночью, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворять ворота, тогда они ушли, не зная, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у ее на кровле. Посланные гнали за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же точно затворили после того, как вышли, погнавшись за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь Бог истушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом Богом вашим, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матери моих, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы, ныне, не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш. И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которой ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которую ты нас спустила. А отца твоего и матерь твои, и братьев-то их, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. Если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобой в твоем доме, того кровь на голове нашей, если ща рука коснется его. Если же кто нас обидит, или ты откроешь себе наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которой ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим. Я отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там три дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, два сии человека пошли назад, сошлись с горы, перешли и ордан, и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу, Господь Бог наш предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас. Навина, глава третья. И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от сети, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по Стану, и дали народу повеление, говоря, «Когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших, и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерыю. Не подходите к нему близко, чтобы знать нам путь, по которому идти, ибо вы не ходили с ним путем ни вчера, ни третьего дня». И сказала Иисус народу, «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказала Иисус, «Возьмите ковчег завета Господня и идите перед народом». Священники взяли ковчег завета Господня и пошли перед народом. Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам и Траилевым, «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев и Хитеев, и Ивеев и Перезеев, и Гиргисеев, и Амореев, и Ивусеев». Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. «И возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых по одному человеку из колена, и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священника в несших ковчег погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. «Вода, текущая, сверху остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама, который подлятся Артаном, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногою. Все стены Израилева переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Новина, глава 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите, «Возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собой и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил и сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, «К чему у вас эти камни?» Вы скажете им, «В память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господня всей земли, когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. «Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собой на ночлег и положили их там. И другие двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господня. А они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег завета Господня, стояли среди Иордана, доколе не окончено было Иисусом все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу. А народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом. И сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Монассиена перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом, на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса предачами всего Израиля. И стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря, «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал, «Выйдите из Иордана». И когда священники, несущие ковчег Завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым, «Когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значит эти камни, скажите сынам вашим». Израиль перешел через Иордан сей посуше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас. «Доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с черным морем, который иссушил Господь Бог ваш перед нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Новина, глава пятая. «Когда все цари Амарейские, которые живут по эту сторону Иордана к морю, и все цари Анаанские, которые при море, услышали, что Господь Бог иссушил воды Иордана перед сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, они ужаснулись, и не стало же уже в них духа против сынов Израилевых. В то время сказал Господь Иисусу, «Сделай себе острые каменные ножи, и обрежь сынов Израилевых во второй раз». И сделал себе Иисус острые каменные ножи, и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны. Всех их обрезал Иисус. Весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все способные к войне, умерли в пустыне на пути по ишествию из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан. Но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Ибо сыны Израилевых сорок два года ходили в пустыне, потому многие и не были обрезаны, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаза Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь склятывая обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их возник сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были не обрезаны, потому что их, как родившийся на пути, не обрезали. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал, даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы с Таном в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресники и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манного сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Хананской. Иисус, находясь вблизи Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что, господин мой, скажет рабу твоему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Новина, 6 глава. Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делаешь из ней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубят юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый с своей стороны. И призвал Иисус сын на вин священников Израилевых, и сказал им, несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труп юбилейных перед ковчегом Господним. И сказал им, чтобы они сказали народу, пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труп юбилейных перед Господом, пошли и затрубили громогласно трубами, и ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, ковчег завета Господня пошел вокруг города, и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус стал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, несших семь труп юбилейных перед ковчегом Господним, шли и трубили трубами, вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня, а идущие трубили трубами. Таким образом, и на другой день обошли вокруг города однажды, и возвратились в стан, и делали это шесть дней. В седьмой же день встали рано при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу сил, только ра в блуднице пусть останется в живых, а она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды, медное и железное, добудут святыню и Господу, и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ весь вместе громким и сильным голосом. И обрушилась вся стена города до своего основания. И весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город. И предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жены молодых, и старых, и воловой овец, и ослов все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, пойдите в дом оной блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. И пошли юноши, высматривающие город в дом женщины, и вывели Раа в блудницу, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали, чтобы внести Господу в сокровищницу дома Господня. Раа в же блуднице, и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла послных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. В то время Иисус поклялся и сказал, «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Так и сделал Азан, родом из Ефиля. «Он на Авероне первенце своем основал его, и на меньшем спасенном поставил ворота его. И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле». Новина, глава 7. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. А хан сын Хармия, сын Азавдия, сын Азары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Ефихона послал людей в Гай, что близ Бефавена, с восточной стороны Вифили, и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек». И поразят Гай. «Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек. Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайских убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы. А с чего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус озадрал одежды свои, пал лицом своим на землю перед Ковчегом Господним. И лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амареевы, погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом, о Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу, «Встань, для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет Мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могут устоять перед врагом своим, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. «Встань, освети народ и скажи, «Осветитесь к утру!» Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдаришь от себя заклятая. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищение заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иодина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Азавдия его. Велел подходить по семейству его, по одному человеку. И указано хан сын Хармия, сына Азавдия, сына Азара, из колена Иодина. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сенарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось. Я взял это и вот оно спрятано в земле среди шатра моего. И серебро под ним спрятано. Иисус послал людей и они побежали в шатер, в стан. И вот все это спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили перед Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана сына Азарина и серебро и одежду и слиток золота и сыновей его и дочерей его и воловь его и ослов его и овец его и шатер его и все что у него было и вывели их совсем на долину Ахор. И сказал Иисус за то что ты навел на нас беду Господь на тебя наводит беду в день сей и побили его все из израильтяне камнями и сожгли их огнем и наметали на них камни и бросали на него большую груду камней которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Новина глава 8 Господь сказал Иисусу не бойся и не ужасайся возьми с собой весь народ способный к войне и встань пойти пойди гаю вот я предаю в руки твои царя гайского и народ его город его и землю его сделай с гаем и сарем его тоже что сделал ты с ерихоном и сарем его только добыча его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города. Иисус и весь народ способный к войне встал чтобы идти гаю и выбрал Иисус 30 тысяч человек храбрых и послал их ночью и дал им приказание и сказал смотрите мы вы будете составлять засаду у города позади города не отходите далеко от города и будьте все готовы а я и весь народ который со мною подойдем городу и когда жители гая выступят против нас как и прежде то мы побежим от них. Они пойдут за нами так что мы отвлечем их от города ибо они скажут бегут от нас как и прежде когда мы побежим от них то встаньте из засады и заладейте городом и господь бог ваш придаст его в руки ваши когда возьмете город зажгите город огнем по слову господню сделайте смотрите я повелеваю вам. Таким образом послал их Иисус и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем западной стороны Гая а Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встав рано по утру Иисус осмотрел народ и пошел он и старейшины Израиля впереди народа Гаю и весь народ способный к войне который был с ним пошел приблизился и подошел городу с восточной стороны засада же была к западу от города и поставил стан с северной стороны Гая а между ним и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем с западной стороны города и народ расположил весь стан который был с северной стороны города так что задняя часть была с западной стороны города и пришел Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел этот царь Гайский тощая с жителями города встав рано выступил против Израиля на сражение он и весь народ его на назначенное место перед равниновью и он не знал что для него есть засада позади города его. Иисус и весь Израиль будто пораженные ими побежали к пустыне а они кликнули весь город народ который был в городе чтобы преследовать их и преследуя Иисуса отдалились от города. В Гае и в Вифиле не осталось ни одного человека который не погнался бы за Израилем и город свой они оставили отворенным преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу простри копье которое в руке твоей Гаю ибо я придам его в руки твои и засада тотчас встанет с места своего. Иисус простер руку свою и копье которое было в его руке городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали как скоро он простер руку свою вошли в город и взяли его и тотчас зажгли город огнем. Жители Гае оглянувшись назад увидели что дым от города восходил к небу и не было ли них места куда бы бежать ни туда ни сюда ибо народ бежавший к пустыне обратился на преследователей. Иисус и весь Израиль увидев что сидевшие в засаде взяли город и дым от города восходил к небу возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им так что они находились в середине между израильтянами из которых одни были с той стороны а другие с другой. Так поражали их что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего а царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне куда они преследовали их и когда все они до последнего пали от острия меча. Тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было двенадцать тысяч. Иисус не опускал руки своей которую простер с копьем доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сына Израиля разделили между собою по слову Господа которое Господь сказал Иисусу. И сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве и был он на дереве до вечера до захождения солнца. По захождению солнца приказал Иисус и сняли труп его с дерева и бросили его у ворот городских. И набросали над ним большую груду камней которая уцелела даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал. Как заповедал Моисей раб Господень сынам Израилевым. О чем записано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных на которые не поднимали железо. И принесли на нем все сожжения Господу и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камне список закона Моисеева который он написал перед сынами Израилевыми. Весь Израиль старейшины его и надзиратели его и судьи его стали стоить с другой стороны ковчега против священников и левитов носящих ковчег завета Господня. Как пришельцы так и природные жители одна половина их у горы Горезим а другая половина у горы Гевал. Как прежде повелел Моисей раб Господень благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона благословения и проклятия как написано в книге закона. Из всего что Моисей заповедал Иисусу не было ни одного слова которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля. Пред мужами и женами и детьми и пришельцами находившимися среди них. Новина глава 9. Услышав сие все жители Амарейские которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря и которые близ Ливана. Хитея, Амарей, Гиргисея, Хананея, Ферезея, Евея и Евусея. Собрались вместе дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих. И ветхие, и взорванные, и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая, с заплатами. И одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой, и заплесневалый, и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал и сказали Ему и всем израильтянам. Из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз. Израильтяне же сказали Ивеям, может быть, вы живете близ нас? Как нам заключать с вами союз? Они сказали Иисусу, мы рабы твои. Иисус же сказал им, кто вы и откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои. Во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его, и все, что сделал Он в Египте. И все, что Он сделал двум царям Аморейским, которые были по ту сторону Иордана. Сигону царю Есивонскому и Иогу царю Васанскому, который жил в Асторове и Едрее. Слыша сие, старешины наши и все жители нашей земли сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им. И скажите им, мы рабы ваши. Итак, заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам. А теперь вот он взялся сухой и заплеснивелый. И эти мехи с вином, которые мы налили виновые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обвешала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир. И постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ их. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бояров и Коряв и Арим. Иисус и сыны Израилевы не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилева возраптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними, оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для все общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас. За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего. А они в ответ Иисусу сказали, дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею рабу своему, два дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей всей земли перед лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливей тебе покажется поступить с нами, так и поступай. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвели их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для все общества, для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделали дровосеками и водоносами для жертвенника Божия, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь.